А чего вы мне ни одного слова не сказали про рассказы? И это ж в прошлом году не было ни одного спартаковского эксперта, кто бы к нему не высморкался в него. И не сказал, что это черт. Евгений Серафимович не стеснялся в выражениях против этого футболиста. А вчера его практически назвали вторым футболистом. Если бы не пятый номер Горшков, то надо было его набирать. Но это был бы уже очень сильный плевок в сторону Спартака. Спартак отдал двух своих футболистов. Эти два футболиста вышли, один гол забил, а второй лучший оказался. Понимаете, вопрос. Почему в Спартаке плохие, а в Крыльца это хорошее? Здесь очень много-много вопросов появляется, Сергей. Я вам еще раз говорю, как спартаковец, который прошел всю футбольную школу Спартака, стал играть в основе, сыграл почти 100 матчей за Спартак. Его оплевали. За что? За тот момент, когда они полякам пропустили голешник, он не добежал. Евгений Серафимович два раза в дня чепчик снимал и бросал озимь. Понимаешь, и говорил, что такие футболисты не должны в Спартаке вообще играть. Он и не бегает. И техники в нем нет. И как просмотрели, как специалисты не заметили, что это не футболист. Его надо срочно убрать. Ладно бы он, там еще кое-какие футболисты все. Согласитесь со мной, только вдумайтесь, сколько ошибок. Почему в Крылье Советов он один из лучших? Оказывается, у нее есть скорость. Посмотрите, говорят, даже уж не стали. Поначалу очень, вы знаете, есть такие комментаторы, как Черданцев, например, которые два раза уже комментируют. Видимо, там по шее дали комментатору, который комментировал с Динамо. Сейчас Черданцев комментирует все матчи с Зенита и старается Зениту хорошие слова говорить. Так же, как и ваш покорный слуга и друг Константин Генч все время стремится как бы не обидеть спартаковцев незаслуженно. Понимаете? И все равно у них проскальзывают эти слова. Ну, как такое футболист? Посмотрите, как футболист играет на правом фланге. Ну, играл защитника. Защитника в Спартаке играл. Оказывается, он может и полузащитника. Он может и нападающим. Он в крыльях уже забил два гола и три паса голевых отдал. А в Спартаке ни одного. За три года ни одного гола. Понимаете? Ни одного паса. Ну, Владимир Николаевич, гол был. Я помню, что он присутствовал. Да, да, но я утрирую, Сергей. Хорошо, был один гол. Я думаю, что и пасы отдавал Владимир Николаевич. Ну, нет, ну, как били по лицу этого парня. Ну, я говорю здесь, вы понимаете, я еще раз обращаю ваше внимание. Ну, давайте будем несколько человечны, что ли, по отношению к тем футболистам, которые ошибаются, иногда ошибаются. Понимаете? Ну, не должны валить все время. Сегодня хорошо сыграли всех по головке. Завтра нет-то. Расстрельная статья половинам, а остальным снег убирать в Сибири. Ну, нехорошо, Сергей. Владимир Николаевич.